всем привет в этом видеоролике я расскажу про основные команды linux для владельцев нас не все мы линуксоиды но иногда тому или иному владельцу того или иного нас требуется что-то сделать именно в командной строке и чтобы у вас было кое-какое понимание как что и почему вот как раз это видео для вас статья на моем сайте уже готова ну я решил дополнительно сделать видео чтобы сделать какие-то пояснения по каждой из этих команд я уже подключился к своему синологи нас по ssh как это сделать да очень просто можно открыть либо пути воспользоваться для windows а если у вас windows либо в том же windows и открыть powershell в powershell уже ssh клиент встроен и просто вести ssh минус p-порт какой-нибудь там какой вы выбрали да при включении ssh службы на нас и потом пользователям собачка и айпи адрес до примеру вот так вот можно подключиться то есть вот такой вот строчкой можно подключаться через powershell если это пути то там другое окно естественно и в командной строке macos или linux команда одинаковая везде я на macos использую вот такую программу terminus называется мне она нравится просто просто использую и все итак первое что нам нужно знать эта команда суда вот она да перед вами команда суда позволяет выполнять любые команды от пользователя root то есть вы можете сделать как суда и и команда да и какая-то команда допустим топ до топ мы еще доберемся либо сделать суду минус ай нажать интер и ввести логин вашего пользователя сам пароль как вы его вводить не видно но это сделано специально чтобы для конфиденциальности чтобы никто не посмотрел ваш пароль вот вы вошли теперь видите представление с доллара поменялось на решеточку это значит что вы под пользователем root это чтобы каждый раз не вводить сюда команда сюда команда а достаточно просто ввести суда минус ай и вы попадаете под пользователя пруд сразу и можно уже сюда больше не вводить следующая команда это команда лс лс это выводит список всех каталогов да можно и его спой этой командой воспользоваться лс минус л это будет такой более подробный вид и лс минус л а тогда будет еще отображаться скрытые файлы и каталоги скрытые файлы и каталоги в linux обозначаются . имя да то есть . имя это скрытые файлы и каталоги кстати сразу здесь обговоримся что . это текущий каталог двоеточие в данном виде случае это каталог предыдущий то есть выше уровня не тот в котором мы находимся а узнать в каком мы каталоге находимся сейчас достаточно вести команду pvd и пожалуйста она показывает в каком каталоге мы находимся сейчас следующая команда сиди это чтобы перейти в тот или иной каталог допустим все молодже нас я перейду в каталог моего тома да это сиди слэш сиди слэш волон один вот я перешел в этот каталог проверим pvd я в каталоге волон один можно посмотреть что у меня здесь лежит лс минус л также лс минус л можно заменить на просто лл но не во всех случаях это такой алиэс команды лс минус л вот тоже также работает идем дальше команда и чё в команде я чё можно узнать домашний каталог пользователя допустим если ввести переменную home вот так вот моя домашняя как домашний каталог моего пользователя давайте я сюда за опять перейду в каталог моего пользователей в каталог моего пользователя легко перейти просто введи команду sd просто без параметров попадаете в каталог своего пользователя давайте я перейду здесь в каталог темп создам здесь допустим папку чтобы создать папку команда mkdir и папка допустим да назовем и папка вот так вот просто посмотрим вот она команда вот она да тут немножко не очень подсветочка такая но но тем не менее можно еще папка папка создана давайте перейдем в каталог папка то есть там да вот я набрал по и нажал tab и он добил мне ту команду которая которая ну то есть параметры или команду до конца сам вот я перешел в команду в папку темп папка грубо говоря идем дальше команда touch команда touch можно создавать файлы то есть вводим команду touch и пишем файл . текст и примеру смотрим пожалуйста файл создался командой копии мы копируем копируем файл или папку по умолчанию копируются только файлы нам выглядит это так копии пишем какой файл мы хотим скопировать файл txt допустим мы хотим скопировать файл txt 2 вот создать его копию смотрим пожалуйста у нас есть файл и файл txt 2 команда мф мы пим перемещаем папку или файлы делается это следующим образом мы берем м в допустим файл какой файл до файлов просто файл и копируем его в другую папку допустим в папку вот такую волум 1 оум баф ну имя моего пользователя темп и сюда смотрим лс мы видим что теперь файла нет если мы вернемся на каталог выше это двоеточие как я говорил ранее и посмотрим что здесь лежит мы что здесь нас наш файл лежит теперь здесь мы его переместили команды rm мы удаляем удаляем файл или папку если бы про хотите удалить файл то просто rm файл если вы хотите удалить папку то rm минус rf и папка то же самое и и относится к файлу вот я его удалил и теперь его здесь нет команда даю узнать размер папок и файлов делается очень просто просто в том каталоге в котором вы находитесь нажимаете даю вводите и он вам показывать если вы ведете даю минус h то он покажет вам еще и округлит размеры я предлагаю еще использовать эту команду вот таким вот спор способом способом конвейера то есть копируете можно прямо у меня сайта копировать и тогда а сортируется еще дополнительно по размеру это очень удобно когда вы находитесь допустим volum 1 да просто проверить все ну у меня тут не хватает сейчас прав я сброшу control c если что сбрасывать да чтобы взвесить каталоги допустим опять пойду ко мне домой volum 1 баф здесь я могу взвешивать все свои каталоги без проблем тут у меня можно было через суда все это дело сделать ну я вот решил так вот как мы видим все взвесилась вот таким образом можно через команду строку сортировать каталоги по размеру идем дальше команда find это поиск то есть вы видите find допустим хочу искать в текущем каталоге выбираете . слыш пишите минус на им я хочу искать по имени и допустим ищем файл . txt сейчас он производит поиск не нашел файл . txt 2 мы же его удалили а второй найдет 2 нашел и показал где он лежит относительно текущего каталога также можно искать грубо говоря звездочка отобрать найди все файлы заканчиваем имя которых заканчивается на . txt сейчас он будет выводить весь этот список вот пожалуйста все файлы которые заканчиваются . txt так работает поиск дальше греб греб да мы можем допустим поиск конвейер греб и отгребать по допустим файл сейчас произойдет поиск всех файлов . txt в имени которых содержится слово файл вот пожалуйста видите от греб это такой фильтр у него есть свои параметры можно почитать все в интернете какие параметры у каждой команды дополнительно у меня только обзор команда tail вот команда tail она читает файл с конца чтобы лучше это понять давайте перейдем супер пользователя перейдем в к в каталог war каталог лог и здесь сделаем tail допустим message вот мы прочитали этот файл message лог до с конца то есть образилась конец если мы хотим постоянно смотреть как он дополняется то есть в реальном времени достаточно стрел минус f лог какой-то или файл до нажать и вот теперь мы будем как только здесь что-то новое будет появляться мы будем видеть этого в новой строчке вот в этой да где находится сейчас курсор я сбросил по-моему я его неправильно команда сбросил control z надо было control c ну ничего страшного идем дальше кат команда как читает весь файл по просто весь файл читает допустим вот message да и погнали его вот он весь прочитался то есть теперь вам его надо смотреть и так далее если вы хотите постранично его читать то можно more и ввести команду ну и файл до тот же файл message и вот теперь мы его будем через пробел листать постраничная через интер построчно и еще будем видеть процент на какой процент мы его прочитали также здесь можно делать конвейер кат допустим message конвейер и more будет то же самое пожалуйста идем дальше ком редактор v давайте выйдем из пользователя моего так перейдем в папку тем где у нас где у нас находится папка и наш созданный файл 2 и редактор v редактор v это текстовый редактор но он немножко сложновато для изучения почитайте обязательно про него на википедии чтобы понять но есть несколько команд которые легко запомнить v и название файла мы обычно можно новое название то придумать файл и будет создан новый файл с этим названием или указать текущий файл допустим v файл 2 . txt интер открывается такое окно когда вы у текстового редактора vr есть два режима это просмотр и редактирование по умолчанию режим просмотра чтобы начать редактирование нажмите i и начните редактировать то есть писать и так далее да можно можно это делать вот таким вот образом чтобы выйти из редакции из режима редактирования нажмите escape чтобы сохранить то что вы сделали нажмите два иточия w это значит в райд q это значит выйти если вы просто ведете кью то никакие изменения сохранены естественно не буду нажимаем enter проверяем что все сохранилось команда кат файл пожалуйста сохранилось можно дальше перейти еще раз в редактирование допустим у вас уже какой-то файл созданный вы хотите вот эту строчку удалить доходите до этой строчки к примеру до конца нажимаете кнопочку ай и начинаете удалять все удалять то что вам не надо к ну к примеру или 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 редактировать отредактировали опять нажали escape перешли в режим просмотра двоеточие vq интер проверяем пожалуйста файл отредактировался идем дальше команда топ команда топ это системный монитор давайте посмотрим топ вот пожалуйста топ показывает все мои запущенные процессы и сортирует их по загрузке процессора можно назвать единичку и посмотреть видите отобразилась сразу все мои ядрышки ну то есть это не совсем ядрышки ядер на самом деле по моему там два остальное это как бы псевдо ядра да вот ну понятно единичкой можно посмотреть все ядра также можно менять сортировку через вот эти стрелки влево и вправо то есть это на буквах b и you нажимаете shift и начинаете нажимать допустим и будет отображаться разная сортировка да по памяти по загрузке процессора и так так и далее то есть выбираете и вот такая сортировка у вас происходит чтобы выйти нажимаете кнопочку q а чтоб а чтоб это то же самое что топ но выглядит по-другому вот так он выглядит а так все то же самое идем дальше команда free команда free показывает свободную свободную оперативную и занятую память можно добавить команде free минус h чтобы было округление и тогда все будет округлено до мегабайтов гигабайтов и терабайтов и так далее сколько у вас там оперативной памяти то есть что мы тут видим мы видим тут мем это оперативная память и swap да сколько ее всего сколько занято сколько свободно и так же скуш сколько за шарина сколько в буфере сколько реально свободной памяти идем дальше команда ps ps показывает все запущенные процессы по умолчанию показывает только ваши запущенные процессы чтобы отобразить все надо вести параметр ps минус еф и будут все процессы которые запущены сейчас у вас тут по моему можно и с джей аж так сделать и тогда будут все процессы как бы от родителя и ну грубо говоря такое дерево запущенных процессов да кто какой процесс от какого запускался идем дальше команда и в кончик и в кончик показывает все ваши интерфейсы вот они пожалуйста то есть нажимаете в конфиг если просто без всяких параметров то показаны все интерфейсы которые есть у вас на вашем нас насе да то есть это ethernet 1 и ethernet 1 и к нему прикручены всякие докеры интерфейсы и интерфейс его в с если у вас это если у вас установлен пакет virtual machine менеджер тогда через вот такой образ брич все это дело делается тун это интерфейс vpn а так что тут у нас дальше роута роута отображает все ваши маршруты то есть если вы просто ведете роута то будет вот такой список если минус n тогда будет числе он не будет пытаться отрезовывать ва 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 ваши вот эти сеточки и айпи адреса а просто покажет непосредственно до дефолт это четыре нуля вот он видите дефолт это четыре нуля вот так можно по это аналог команде роут и print на виндусе идем дальше пинг это эхо запросы специальный протокол а 7 пи который запускает команду командой пинг пинг допустим я руда пинганем яндекс операция непозволительно ну да давайте сделаем это через супер пользователя пожалуйста пинг пошел он будет идти бесконечно это не windows чтобы его сбросить опять control c вот он остановился показал сколько он отправил сколько получил пакетов сколько потеряно и из также среднюю задержку у вас тоже здесь все показано если будут потери то тут отобразится количество по этих потерь и в процентное соотношение трейс роута трейс роута это практически то же самое что и пинг только единственно он делает трассировку маршрутов вводите судо трейс роут или как и в судо минус сайт проваливаете что потом без суда не вводите также делаете допустим какой-то сайт или айпи адрес и вот пожалуйста он показывает всю трассировку как от моего наса дошел пакет до того сайта или айпи адреса которые вы ему задали вот это такие основные команды команда ns lookup ns lookup она отображает запрашивает у днс сервера айпи адрес чтобы не непосредственно с наса узнать какой айпи адрес он видит у этого доминого имени допустим ns lookup я точка ру и показал что первое он запросил у сервера вот у моего да это от гордхоум 10 19168 68 10 и айпи адреса у я точка ру вот такие вот то есть есть и пиве 6 есть и пиве 4 если вам надо запросить конкретно у конкретного сель допустим у гула да то в конце добавляете айпи адрес этого сервера у которого вы хотите запросить вот пожалуйста теперь а там он говорит что я запросил у 4 восьмерок и такие он выдал такие айпи адреса в данном случае не одинаковые но как оказалось не все днс сервера так делают некоторые в том числе и google кстати ввели санкции команда кат прок мд стад это очень важная команда для владельцев нас так как она показывает состояние программного рейда да то есть мы тут видим насколько рейда создана в данном случае у меня создана раз два три четыре рейда до нулевой рейд это по моему раздел непосредственно основной до системный md1 рейд это рейд непосредственно для раздела подкачки и два рейда и остальные md3 и md2 это рейды непосредственно мои которые я создал я сам создавал ну то есть это том на котором все мои данные находятся да что здесь интересно тут он показывает какой рейд рейд один допустим этот мд3 по моему что-то другое да это а да это рейд тоже системный это у меня этот как его ssd кэш вот мы непосредственно мой том рейд 5 какие диски в него включены и вот три из трех дисков у меня исправны то есть и все у всех у них вот это так и ю ю так скажем да если какой-то диск будет неисправен тут будет во первых допустим два из трех и покажет какой из них то есть по по счету то есть первый второй или третий таким образом можно прямо здесь определить какой рейд у вас неисправен идем дальше юный юным это скорее всего ненужная команда для вас это какое ядро ядро в системе используется юный минуса вот полностью информация то есть да мы видим что ядро линукс и название до нашего сервера и вот какая версия непосредственно ядра 4 4 180 какая-то плюс вот такое ядро да и тут же можно увидеть что это гимилой допустим да синоджи гимилой вот команда в гетт ее показывать не буду просто ввиду и вы вводите команду в гетт вставляете сюда ссылку из интернета или еще какую-то и она просто скачивает вам с интернета через и с этого юрл а тот файл который вы ей скажете прям скачивать туда где вы сейчас находитесь узнать где мы находимся можно командой pvd вот так вот такие вот основные команды для пользователей нас я вот подобрал если у вас есть еще какие-то как бы пожелания чтобы в этот список какие-то еще команды вошли пишите мне в комментариях я их сюда обязательно добавлю если ну такие основные давайте команды не там какие-то там супер супер крутые для каких-то продвинутых пользователей то есть основные команды которыми часто всего пользуются обычные пользователи которые не знают команды строки linux не знают команд но при этом им иногда надо что-то подправить через командную строку допустим какой-то докер запустить или еще что такое или подправить конфигурацию докера всякое так всякое бывает тот же вар город город можно настраивается через командную строку да тоже очень полезно кстати есть контейнер который позволяет настраивать его через 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 веб ну об этом в следующем ролике на этом все всем спасибо всем пока желаю удачи